Всем привет! Привет-привет! Добро пожаловать в влог на пару! Мама специально опять села, чтобы быть выше меня. Не заблуждайтесь, это не так. Господи, Боже мой! Ой, это меня Бог наказал! Лох-несс, лох-несс. Итак, в конце этого видео мама раскроет тайну, что же она на себя одевает. Или что она одевает? С утра пораньше. С утра пораньше, да. Первым делом. А мы сразу начнём с вопроса, который нам задали. Да. Нам задала Светлана Гусева вопрос. Вот он, вот он. Что-то двигается плохо. Были ли у вас... Нет, да какой Аня была? Какой Аня была в детстве и в подростковом возрасте? А может, она была идеальным ребёнком и подростком, с которым не было проблем? Отвечает Ольга Ростиславовна Сиды. Свидетель. Свидетель. Вызываем свидетель. Вызываем свидетель. Значит, я вам могу сказать, что до трёх лет этот ребёнок орал, вообще не прекращая. Я этого не помню. Действительно. Я этого не помню. Но, естественно, всё равно её любили. А потом она была... Действительно, вот стала идеальным ребёнком, просто необыкновным. И в пять лет я её просила, Аня, не вырастай. Вот оставайся такой, какая ты есть. Это был просто вот ангел. И вообще я никакого горя не знала, не знала ни про какие подростковые проблемы. Просто было всё замечательно, гладко. И вот такой ребёнок. Славный, славный. Вот так вот. Так что детство и подростковые возраства у меня прошли прекрасно. Ну, я не знаю, насколько прекрасно. Ну, в том смысле, у мамы прошли. Моё детство и подростковый возраст прекрасно. Вот. Может быть, как раз это было связано с тем, что было много разных событий, и негативных в том числе. И вот мне казалось, что надо маму поддерживать. Поэтому... Ну, вы знаете, тоже ведь не каждый... У нас просто, когда Анюте было 11 лет, погиб её папа, мой муж. И дети по-разному реагируют на смерть родителей, на потерю отца. Ну, Анька, мы, наоборот, мы всегда, в общем, были близки. У нас папа много работал, а мы много времени вместе проводили. Вот. И, в общем, ещё ближе стали. Она действительно оказывала мне огромную поддержку. Ну, что... Давайте всё, заканчиваем говорить всё о моей исключительной уникальности. Давайте перейдём. Может быть, там ещё какой-нибудь вопрос завалялся? Ну, вопросов полно. Вопрос Оксаны З. Оксана, здравствуйте. Передавайте привет своему ребятёнку. А у вас личные отношения? Да. Вопрос. Кем вы мечтали быть в детстве? И что сбылось из детских мечтаний? Я мечтала быть клоуном. Да. У меня оба ребёнка мечтали быть клоунами. Представляете? А мне всегда казалось, что клоун — это самая классная вообще работа, потому что клоун умеет всё, и, ко всему прочему, люди улыбаются, когда клоун выходит на сцену, ну, на арену. И мне кажется, что это сбылось у меня, потому что вы же улыбаетесь, когда мы снимаем видео. И мне кажется, что моя мечта сбывается, хоть в какой-то такой немного другой интерпретации. Потому что моя мечта всегда была дарить людям смех и хорошее настроение. А я всегда мечтала быть актрисой, артисткой, потому что мне тоже очень нравилось, когда людям веселились, хлопали после моих выступлений. Я в три года на столе уже типа корнебалета что-то гостям устраивала. И у меня даже после школы было распределение в мастерскую Бабочкина в Авгик. Но родители провели со мной беседу целую ночь, со мной общались. И папа объяснил, что артистки должны обязательно проходить через постель режиссёра. Доченька, зачем тебе это надо? В общем, короче говоря, вместо ВГИКа я поступила по папиным стопам в МИСИ на факультет гидротехнического строительства. Вот так вот. Инженерная артистка получилась. Вот так вот. Ну, я считаю, что любая женщина актриса, так что всё в жизни состоялось. Да, ну и ко всему прочему, всё равно, мама сейчас снимает видео, и мне кажется, ей это нравится. Да? Вот. Ну, в любом случае, мне кажется, что мечта каждого человека в той или иной степени реализуется в жизни. Пускай это не конкретная какая-то работа, вот у меня в цирке, например. Я бы не хотела в цирке, на самом деле, работать. Вот тут мечта как раз, вот это вот, как это называется? В общем, фигня с мечтой такая. Я бы хотела быть клоуном, но я бы не хотела в цирке работать. Называется парадокс. Парадокс, да. Вот. И мне кажется, что вот таким образом, что вы улыбаетесь, когда нас видите, моя мечта действительно сбывается. Я не работаю в цирке, но при этом, может быть, дарю хорошее настроение. Ну, вообще, на самом деле, я тоже думаю, что я не смогла бы работать в системе шоу-бизнеса, потому что я вообще рамки не люблю никакие. Хорошо быть свободным художником. Вот. На этом мы и порешим с нашими детскими мечтами. А теперь? А теперь я хочу сказать, что вот Аня вчера задала вопрос, за что вы благодарны за сегодняшний день. Я благодарна за два момента. Я благодарна Лане Ка за то, что она правильно ответила на мой вопрос. Лана, вы просто супер. Благодарна потому, что это значит, что всё-таки вы меня немножко узнаёте и понимаете, какой я человек. Действительно, первое, что я одеваю с утра, как только проснулась, улыбку. Е-е-е-е! Хотя Аня сказала мне, что никто не угадает. Я была счастлива, что я ей доказала. Я была уверена, что никто не догадает. Да, представляете? Огромное вам спасибо. Вы мне сегодня... Действительно, вот я вам очень благодарна. Просто именно потому, что... А ещё мама очень любит выигрывать, поэтому она вдвойне. Нет, я не люблю выигрывать. Я люблю, когда ты выиграешь. А второе, за что я благодарна сегодня. Я в метро. Я не знаю. Мне кажется, что я первый раз услышала такое. У нас играет там обычно какая-то музыка, а сегодня вообще классная музыка. На одной станции танго играли. Представляете, я еду на инсталатору. Мне нравится, да, когда играют. Там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, спокойно стоять вообще невозможно. А на другой станции уже тоже в город поднималась. Из кавказской пленницы музыка. Ну, так здорово. Действительно, люди едут с работы, повышается настроение, улучшается. Микроциркуляция. Ну, постояли, потанцевали. А то целый день сидят на работе, ничего не делают. В общем, здорово. Вот это мне тоже очень понравилось. Я благодарна нашему руководству метрополитена за то, чтобы вот такое хорошее настроение подарили. А я благодарна сегодня за то, что в магазинах продают сладости. Мне такие классные конфетки мама принесла с улицы. С улицы, на улицу подобрала. Но из магазина, они были такие вкусные, они мне так повысили настроение. Ещё я благодарна вам. Потому что утром, когда я проснулась, я увидела... Нет, это было не утром. Днём, когда я не проснулась, я начала просматривать комментарии, я увидела кучу ваших комментариев с тем, за что вы благодарны. У кого-то племянницы родилась. У Марины Мироновой, у брата, родился первый ребёнок, сыночек, племянник. Да, поздравляем вас. Поздравляем. С вашей семьё. Да, и вот мне очень понравилось про Дивуленку, которая... Анютка её, кстати, тоже зовут. Да, которая говорит, что надо всем передавать девушкам, которые понравились, что они ей понравились. Что они красавицы. Да, что они красавицы. Мне, кстати, вот так вот одна мама подошла и сказала, и я понимаю, это так... Я бы, наверное, не смогла подходить с него. Ради смысла ребёнка смогла бы запросто. Ну, вы просто вылазят, супер! В общем, я очень благодарна за то, что вы есть, и за то, что вы такие удивительные. Спасибо вам большое. Я просто умиляюсь каждый раз. Так что продолжайте писать, за что вы благодарны в сегодняшний день. Да, это было не за то, что вы благодарны на этой неделе даже, хотя я, наверное, так и сказала. Может быть, мы это будем каждый день делать и будем вспоминать за то, за что мы благодарны каждый день. Да. Так что пишите. Классная была бы традиция. Да. Анечка, ты основатель этой традиции, как и всего многого у нас на каналах. Я же вам говорю, это мозг нашей партии. Я не мозг. Мозг. Я из Виллинга. Не надо прибедняться. Всё. Мы с вами обязательно завтра увидимся. Ответим на какие-нибудь ещё вопросики. Помнишь? Скромность украшает женщину. Когда нет других украшений. Это ищите женщину, посмотрите, пожалуйста, этот фильм. Шикарный. Это ещё один из наших самых любимейших фильмов с нашими неповторимыми актёрами. Софи Куча Урелли. Я же говорила на прошлой неделе. Ну, там не только Софи Куча Урелли играет. Там Урелли играет. И там такой молоденький, молоденький-молоденький Ермольник. Просто необыкновенно молоденький. И такой прикольный. Вот. Так что мы завтра с вами обязательно увидимся. Посмотрите, ищите женщину. Мы вам обещаем, честно-пречестно, что завтра увидимся. Мы вас любим. Обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.